Достижение приемной кампании Казанского федерального университета. Персииды и голубая суперлуна. Борщевик снова нападает. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Елизавета Газизянова. Казанский федеральный университет вновь ставит рекорды. В этот раз ВУЗ смог стать первым в количестве поданных заявлений через суперсервис поступления в ВУЗ-онлайн, портала госуслуги. О том, как продвигается новый этап приемной кампании, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет продолжает поощрять талантливых молодых людей за успешную сдачу ЕГЭ. В этом году каждый абитуриент, набравшись 100 баллов по итогам единого государственного экзамена за одну дисциплину, при поступлении в КФУ сможет получить выплату от ВУЗа. Такое решение принял ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он подчеркнул, что это напрямую связано с поддержкой способной молодежи и дальнейшей мотивацией к самосовершенствованию. Также, помимо материальной поддержки, им гарантированно предоставят места для проживания в деревне универсиады. Приказ 100-бальник подписан. На сайте он уже тоже опубликован. Ребята по градации, получившие 100 баллов по ЕГЭ по одному предмету, участвующему в конкурсных процедурах, получают 100 тысяч рублей. Ребята, получившие 200 баллов, получают 200 тысяч рублей. И получившие 300 баллов, получают 300 тысяч рублей. Также определены категории ребят, которые поступают без вступительных испытаний. Это призеры и победители Всероссийской Олимпиады школьников и победители Российской Олимпиады школьников. Те, которые проходят БВИ. Для них тоже есть критерии градации поступления. Такая система действовала и в прошлом году, однако условия для получения выплат были немного другие. В целях стимулирования обучения победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников и победители Олимпиад, перечень которых утвержден Министерством образования России, в первый месяц после зачисления получили 100 тысяч рублей. Такие меры также были приняты с целью дать возможность будущим студентам проявить себя и начать развиваться в нужном направлении. На момент подачи заявлений, то есть пока они же еще не зачислены, идет активный прием, как оригинал документов образования. На сегодняшний день это более 360 человек в разных категориях ребят. Это истубальники, и поступившие без вступительных испытаний, и также олимпиадники, приравненные истубальники. Подать заявление помимо личного посещения абитуриенты могли, воспользовавшись почтовым оператором, или же через суперсервис поступления в ВУЗ-онлайн, портала госуслуги. Согласно статистике, такой возможностью воспользовались почти 23 тысячи абитуриентов Казанского федерального университета, которые подали в ВУЗ почти 107 тысяч заявлений. Можно сказать, это хорошее событие. И случилась она по какому поводу? Потому что мы популяризируем этот механизм поступления. Вот уже не один год в Казанский федеральный университет прием документов ведется через социальную сеть «Буду студентом». И уже не первый год мы принимаем документы при помощи электронной сферовой подписи первого формата. То есть абитуриентам не требуется предоставлять бумажные документы, требуется предоставить образы документов, удостоверяющих личность, образ документов об образовании, заполнить аркетные данные и подписать свое заявление в формате онлайн, нажав только кнопку «Пописать». Эти же принципы преследуются и на портале государственных услуг, то есть нашей системы соосны, поэтому мы вложили много усилий для того, чтобы популяризировать процессы онлайн-вступления. Напомним, что совсем недавно в Казанском федеральном университете завершился процесс подачи документов на программы бакалавриата специалитета на очную, заочную и очно-заочную формы обучения за счет бюджетных ассигнирований федерального бюджета. Приказ о зачислении будет опубликован уже 4 августа. На данный момент университет начал процесс приема оригиналов-аттестатов. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В этом году нас ждут звездопад Персеиды и голубое суперлуние. Где и когда их можно будет наблюдать, расскажем далее. Последний месяц лета, как правило, богат на астрономические явления. Именно в августе складываются наиболее благоприятные условия для наблюдения за звездным небом. Ясные теплые ночи сулят всем, кто жаждет загадать желания, мощные звездопады. Этот август не станет исключением. Если Луну лучше наблюдать хотя бы в любительский телескоп, чтобы насладиться этим зрелищем, то метеорные потоки лучше наблюдать своими глазами. То есть никакого оборудования оптического не нужно. Потому что, во-первых, они влетают в разных точках и уследить за этим практически невозможно. Только глаз может сразу видеть, где метеор влетел. А во-вторых, достаточно яркие такие следы, которые мы прекрасно можем наблюдать без всяких оптических приборов. Пик звездопада ожидается в ночь на 13 августа. В этом году условия для наблюдения за метеорным потоком самые благоприятные. Пик звездопада приходится на момент, близкий к Новолунию. А значит, свет от спутника Земли не помешает. Эксперты отмечают, что наблюдать за персеидами лучше всего вдали от города. Также я хочу отметить то, что где-то в районе середины Сатурн будет достаточно близок к Луне. То есть его просто можно будет очень быстро найти. Луну-то мы сюда найдем, ну а рядом с ней будет находиться и Сатурн. Это интереснейшая планета, учитывая то, что Луна будет неяркой в этот момент времени. С помощью даже небольшого телескопа вы можете наблюдать и сам Сатурн, и кольцо вокруг этой планеты. Это очень интересное зрелище. Серебряный Сатурн с кольцом. Я в свое время даже проводил профессиональные наблюдения для того, чтобы определить ее размеры. Но метеорные потоки не единственное явление, свидетелем которого мы станем. На этот август придется целых два суперлуния. Первая ожидается уже сегодня, вторая выпадает на 31 августа. Именно в этот день мы сможем наблюдать не просто голубое суперлуния. По мнению экспертов, Луна в этот день будет в самом близком к Земле положении. Говоря проще, мы увидим самую большую Луну в 2023 году. Луна будет, в общем-то, достаточно крупная. И все желающие могут, используя телескопы, прекрасно увидеть кратеры, горы, моря на лунной поверхности. И вообще, я считаю, что наблюдать Луну всегда очень значимо и интересно. Понаблюдать за самыми яркими астрономическими явлениями августа можно в астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Именно здесь располагается рефрактор. Самый мощный действующий визуальный телескоп в России. Ему уже более ста лет. Всю информацию вы сможете найти на сайте обсерватории. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В активную фазу цветения вступило опасное для человека растение борщевик. О том, чем на самом деле опасен борщевик и о местах его обитания, расскажем в следующем сюжете. Борщевик – это многолетнее травянистое растение с крупными листьями. Ботаники относят его к семейству зонтичных по форме соцветий. Изначально это растение имело четко очерченные ареалы произрастания и не распространялось за его пределы. Не могло распространиться за его пределы. Именно вмешательство человека кардинально изменило ситуацию. Борщевик был завезен в Северную Америку из Европы в середине 19 века в надежде на создание новых и красивых питейных культур. Впоследствии к нему стали относиться как к многолетнему полезному растению. Годы спустя, когда во многих странах культивация борщевика набрала свои обороты, стало понятно, что минусов у борщевика сосновского в качестве кормовой культуры несравнимо больше. Оказалось, что растение дичает, неконтролируемо распространяется в соседние к системе и их уничтожает, отвоевывая себе место. Молоко дойных коров, которых кормили борщевиком, приобретало неприятный привкус, а потомство домашних животных и скота получало генные мутации. Его пытались в средней полосе России интродуцировать, это называется, то есть высаживать. И через какое-то время вот те растения, которые выращивались искусственно, они стали дичать и бесконтрольно размножаться, проникая в естественные экосистемы. Такие виды называются инвазионными, но это чужеродные виды, которые способны бесконтрольно размножаться на новых территориях. И со временем борщевик, в общем-то, стал большой проблемой. В первую очередь борщевик оказывает негативное воздействие на сельское хозяйство. Если вдруг на участке появляется хотя бы один его куст, значит избавиться от него будет очень сложно. Этому способствует фантастическая выживаемость растения. Оно не боится холодов, радиации и способно расти даже в Заполярье. Одно растение выдает до 100 тысяч семян, а некоторые могут таиться в земле до 15 лет и только потом прорастать. Здесь несколько причин. Во-первых, у этого растения нет естественных вредителей, фитофагов, животных, которые пытались его как-то контролировать. Поэтому нет естественных причин для того, чтобы его численность как-то снижалась. Второе – это огромная семенная продуктивность. Каждое растение производит до 100 тысяч семян в год. И поэтому огромный запас семян сформировался вот уже в почве и хорошо переносится. Поэтому с воспроизводством у него нет проблем. Также семена имеют крылышки и разносятся ветром на большие расстояния, что способствует захвату все новых территорий. Китовитые фурукумарины подавляют рост других растений и защищают борщевик от насекомых. Многие специалисты считают, что химическая борьба с борщевиком наносит природе больше вреда, чем сам сорняк. Поэтому все известные человеку методы борьбы с ним малоэффективны. Так как растение в основном обитает в поймах рек, это водоохранные зоны, там законодательством запрещено использовать ядохимикаты. Поэтому фактически химические методы борьбы с ним неэффективны. Единственный способ, который каким-то образом позволяет снизить, регулировать численность – это регулярное скашивание, то есть механический способ борьбы. Но из-за того, что растение имеет развитые подземные органы, проводить скашивание нужно несколько раз в год с периодичностью 2-3 недели. Это очень трудоемко, дорого. И все равно, даже если хотя бы одно растение в популяции уцелеет, даст семена, то этот процесс будет повторяться бесконечно. Сам по себе борщевик не опасен. После прикосновения к нему на коже остается сок, который также безвреден сам по себе. Однако при попадании солнечного света на место соприкосновения происходит химическая реакция, которая из безобидной жидкости превращает его в ядовитый концентрат, который оставляет ожоги на теле. Вдыхаемый запах борщевика также является аллергеном сам по себе, поэтому может вызывать типичный симптом аллергии – дышку и приступ асфиксии при особой чувствительности организма. Ну, борщевик известно, что вызывает ожоги на поверхности кожи, то есть сок борщевика, когда попадает на кожу, он увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. То есть сам по себе сок не ядовит, он не опасен, но если выглянуло солнышко, например, и кожа, незащищенная соком борщевика, то вещества, которые в этом соке содержатся, они называются фурокумарины, они увеличивают чувствительность кожи к солнечному излучению. Обычные солнечные лучи, они вызывают сильнейшие ожоги, которые очень плохо заживают. Растение борщевика представляет огромную опасность как для сельского хозяйства и огорода, так и для людей, которые имеют неосторожность иметь контакт с его соком. Самое главное при ожоге промыть место проточной водой с мылом, а затем стараться ограничить попадание солнечного света. Это может помочь полностью предотвратить образование ожога и не обращать отдых на природе. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета создают умную колонку Алию, говорящую на татарском языке. Изначально проект был заданием в рамках курса, посвященного интернет-маркетингу, но вызвал интерес у аудитории. Подробнее о разработке в сюжете нашего корреспондента. Умная колонка Алия изначально планировалась как учебный проект, однако ее потенциал оценили по достоинству уже на первых порах разработки. Алия будет первой умной колонкой, которая ориентирована на татароязычных жителей. Ее функционал ничем не уступает уже хорошо знакомым Алисе и Марусе. В ее арсенале будет множество песен татарских исполнителей. Она сможет поддержать любой разговор, рассказать о погоде, подсказать рецепты чпочмага, а также продемонстрировать знания народных сказок. Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации разработали уникальный стартап-проект. Однако пока для реализации не хватает ресурсов, финансовой поддержки и грамотных специалистов. В планах это найти инвесторов, либо спонсоров, которые помогут не просто деньгами, нам это мало чем поможет. Нам нужны также еще мозги. Нам нужны люди, которые еще более квалифицированы во всех этих аспектах, которые помогли бы продвинуть, создать, продать. Помочь ребятам в реализации вызвался Институт прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан. На сегодняшний день специалисты занимаются разработкой технической части, а именно программным обеспечением. А ребята – медийной составляющей и распространением в массы. Вот смотрите, есть медийность, есть программное обеспечение, но куда-то эту колонку надо засунуть. Какое-то техническое воплощение, и в этом сейчас мы нуждаемся. Над воплощением Алии в реальность трудится небольшая команда студентов второго курса высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Каждый занимается важным делом и несет ответственность за свой участок проекта. Проект-менеджер, интернет-маркетолог, режиссер и дизайнер – все вместе и каждый по отдельности вносит свою лепту в создание Алии. Студенческие проекты – это всегда что-то креативное, идущее в ногу со временем. По словам самих ребят Алии, татарской колонки аналогов еще нет. Возможно, именно она станет для кого-то новым другом, помощником и учителем татарского языка. Карина Саяхова, Фаридзе Хитуглы, Универньюс. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok